Девушки отдыхают Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем цикл встреч и цикл бесед на тему «Война и мир» Александра I. В гостях у нас сегодня историк, кандидат исторических наук Любовь Владимировна Мельникова, автор замечательной книги «Русская православная церковь в Отечественной войне 1812 года». И тема наша сегодняшняя – это роль церкви в Отечественной войне 1812 года. Мы должны напомнить, что мы уже говорили о том, что, собственно, еще перед войной 1812 года и у главы государства российского императора Александра I, и у Наполеона Бонапарта, через какое-то время уже просто Наполеона, поскольку он короновался, у них были сложные отношения еще до 1812 года. И эти отношения были связаны с тем, что Россия воевала с союзниками. Еще в 1805 году была неудачная битва при Аустерлице, потом были битвы при Прессе Шерлау, Фридленде. И все это наложило отпечаток на отношения к революционному императору, как тогда говорили. В том числе эти отношения во многом были сформированы разницей в мировоззрениях народа российского и уже можно было тогда говорить о Наполеоновской империи. Во многом эти отношения строились не только по линии дипломатии, не только по военной линии, но они строились также на том, что народ России очень настороженно относился и общество относились к тем переменам, которые уже происходили в революционной Франции. Но не будем напоминать о том, что революция во Франции происходила так же кроваво и так же жестоко по отношению к церкви, как и революция в России в 1917 году. И вот эти отношения между Александром I и Наполеоном, они имели еще огромный духовно-нравственный аспект, который обычно историки наши не берут во внимание, в то время как он во многом был уже тогда, уже начиная с 1805 года, определяющим. И вот, Любовь Владимировна, я попрошу ее рассказать поподробнее о том, как строились эти отношения. Ну, Русско-Православная Церковь сыграла огромную роль в Отечественной войне 12-го года. Мне хотелось бы отметить, что это вытекало прежде всего из того положения, которое она занимала в Российской империи. То есть православие, являвшееся положением которого в законодательстве было определено как господствующая религия в государстве, оно определяло мировоззрение русского народа. Православная Церковь находилась в тесном союзе с государственной властью. Она освящала путем обряда корнования мира помазания, вступающего на престол императора, она освящала императорскую власть, придавая ей сакральный смысл. Монарх был в глазах народу помазанником Божиим, и сами понятия веры царя Отечества были тесно связаны между собой. Вот в период войны 12-го года и в период других военных столкновений Церковь, она объясняла смысл идущего противостояния, подводила такую идеологическую духовно-нравственную основу под это и формировала негативный образ врага. Но мы же знаем о коронации Наполеона, и мы знаем о попытках Наполеона Бонапарта придать своей власти такой уже блеск имперский, императорский, сакральный. Ну, несмотря на коронацию, на восстановление империи, все-таки Франция у нас и Наполеон Бонапарт, Наполеон I уже император, все равно продолжала восприниматься как наследник революции и как безбожник, орел которого, в общем-то, дала ему Великой Французской революции. Поскольку во время Великой Французской революции 1789 года французский народ, как говорила наша церковь, ослепленной мечтой вольности, казнил законного монарха Людовика XVI, осквернил собственные храмы, отказался от религии католической. В кафедральном соборе Парижа, Нотр-Дам-де-Пари, был устроен такой спектакль, где актриса играла богиню разума, ее там провозглашали вместо христианства. Затем был установлен республиканский календарь, то есть полный хаос и отказ от религии произошел во время Великой Французской революции. Наполеон после прихода к власти, конечно, пытался навести порядок в государстве, он заключил конкордат, союз с католической церковью в 1871 году. Ну вот что это такое, объясните зрителям. Ну он, этот союз, как бы, восстанавливал отношения с католической церковью, с Папой Римским, и католицизм признавался религией, преобладающей большинства французского народа. То есть это означало, что храмы были открыты, вновь можно было проводить богослужения, и, в общем-то, никто не препятствовал исповеданию католицизма. Ну в чем был смысл такой? Вот это, скорее, такой ход Наполеона Бонапарта с тем, чтобы успокоить народ, потому что все-таки мы должны напомнить зрителям, что Франция была не только перед революцией глубоко верующей страной, в отличие, может быть, от сегодняшнего дня, и она была монархической страной, и, конечно, вот так вот просто за десятилетия, за два, так же, как потом мы видели это в России, выкорчевать вот это религиозное сознание у народа было крайне сложно. Поэтому Наполеон, как умный политик, он, конечно, понимал, что определенный диалог с церковью надо возобновить. И вот мы можем сказать, что это был такой, в общем, дипломатический ход, или он сам был верующим человеком? Вот можно сказать? Ну это, безусловно, был дипломатический ход. Что касается его веры, здесь я не берусь утверждать, хотя поступки, в общем-то, его говорят о том, что он скорее не был верующим человеком, чем верующим, хотя многие католики с этим не согласны, и говорят, что у него был какой-то особый католицизм, такой овеянный французским просвещением, как бы не совсем католицизм, а в то же время не атеизм. Но дело в том, что можно сказать с уверенностью, что он смотрел на религию, на свою церковную политику как, ну, с чисто прагматической точки зрения. То есть он делал то, что ему было выгодно. Вот, во втором году ему нужно было пройти обряд коронования. В 1802 году. Поэтому был заключен, собственно, прежде всего с этой целью конкордат. Затем... Вот, это можно остановиться поподробнее, потому что существует знаменитая картина художника Давида. Такой, можно сказать, был, говоря современным языком, пиарщик Наполеона. Потому что академик Тюляр, которого мы снимали во Франции, сказал, что на этой картине все неправда. И, в частности, короновался на этой картине не Наполеон, он уже в лавровом венке. Нет, они одновременно короновали с Жозефиной. Просто на этой картине запечатлен момент, когда Наполеон коронует свою жену с Жозефиной. Но... А как короновался Наполеон? Ну, это произошло вот перед тем, как он возложил корону на Жозефину. По идее, должен был бы он возложить по правилам корону. Лавровый венец золотой, который был специально для этого изготовлен, должен был возложить Папа Римский, пи-седьмой, на голову Наполеона. Но Наполеон решил сделать это сам. Здесь вот две версии существуют. Одна заключается в том, что Наполеон выхватил неожиданно из рук Папы Римского этот венец, а сам возложил его себе на голову, тем самым показав, что он ставит себя выше церкви, выше Папы Римского, и показывает, что власть он получила не по праву рождения, а что он пришел к этому сам. Ну, а другая версия заключается в том, что все-таки изначально было говорено с Папой Римским о том, что это сделает Наполеон, а не Папа. И Папа здесь посидит просто рядом, поприсутствует на коронации. Хотя... Ну вот версия Академика Тюляра такая, что, конечно, Папа был приглашен, но скорее, как у нас говорят, для мебели. То есть его изначально посадили в противоположный конец собора Парижской Богоматери, и он был таким просто наблюдателем этой церемонии. Поэтому, собственно, можно ли говорить о такой вот коронации Наполеона в традициях? То есть ему, с одной стороны, очень хотелось бы, чтобы это все имело блеск и смысл сакральный того, что происходило в монархиях, а тогда вся Европа была монархической, да? Но при этом он, как наследник революции, не мог допустить, что кто-то кроме него самого... И вот здесь, конечно, уже виден этот путь, на который он встал. То есть церковь – это я. Мне кажется, подходит это выражение знаменитое для него. И, в частности, уж короновать свою жену, которая накануне вечером напомнила Наполеону, что Жозефина и Наполеон не были венчаны. И тогда срочно вызвали какого-то священника, произошло это венчание, и тогда вот уже эта коронация закрепила титул императрицы за Жозефиной. Тоже вот интересная деталь, потому что даже со своей любимой Жозефиной, которую он, правда, потом легко бросил, как только понял, что она ему не дает наследника, который предполагалось продолжение уже династии, то он быстро с ней расстался, хотя, видимо, продолжал любить ее до конца своей жизни. Но вот так вот, достаточно случайно, эта женщина стала императрицей. И, к тому же, еще в соборе Парижской Богоматери коронованной. И далее как развивались отношения с папой? Ну, отношения с папой, можно сказать, не сложились с самого начала. То есть Наполеон решил, что он будет диктовать ему условия, с чем, конечно, не мог в Пей-7 примириться. Поэтому у них постоянно происходили какие-то столкновения. Наполеон диктовал ему условия, что он должен удалить это своего двора. Ведь у папы тоже был свой двор в Ватикане. Так Наполеон считал, что он должен удалить противников Наполеона. И, естественно, не подчинялся таким требованиям. Но в итоге все закончилось в 1809 году отлучением Наполеона от церкви. После того, как он, пытаясь надавить на папу, захватил римские провинции, захватил Рим, объявив его свободным имперским городом. Папа отлучил Наполеона от церкви. После чего Наполеон, в свою очередь, захватил в плен папу римского и держал его в плену вплоть до 1814 года. Вот это очень малоизвестные факты, Любовь Владимировна, которые вы приводите. То есть можно сказать, что в тот момент, когда Наполеон шел на Россию, в это время у него в заложниках находился глава римско-католической церкви. Да, он был отлучен от церкви. По тем временам это, конечно, такое потрясающее событие, которое не могло не будоражить умы в христианском мире. Как Наполеон не пытался пресекать, в общем, жесткий контроль держать за цензурой, старался следить, чтобы об этом не писали лишний раз, но все равно об этом все знали. И, в общем, немалую роль как раз в том, чтобы придать этому огласку, сыграла русско-православная церковь, которая еще в 1806 году, во время первого столкновения с Наполеонской Францией, уже охарактеризовала Наполеона как не только врага мира и тишины, но как врага христианской церкви, как гонителя этой церкви. И создала образ такого антихриста, сравнила его с антихристом. То есть слово это не употреблялось, конечно, напрямую в объявлении Святейшего Синода. Но, тем не менее, первая реакция церкви на борьбу с Наполеонской Францией произошла как раз в декабре 1806 года. Было по указу императора Александра I, кстати, создано, написано специальное объявление, которое читалось во всех православных храмах страны. Вот это очень важно подчеркнуть, что церковь действовала не самостоятельно, а церковь была действительно в органичной симфонии. С государством. И Александр I понимал роль церкви, и практически все вот это обоснование тех или иных действий, ставилась эта задача перед приходскими священниками, епископами, потому что в то время не было ни радио, ни телевидение. Газеты до огромных концов империи доходили с трудом. И вот фактически роль оповещения, правильного настраивания подданных Российской империи в то время выполняла Русская Православная Церковь через свои приходы. И вот эти обращения Синода зачитывались, да? Да, конечно. Читалось после службы, после оглашения манифеста Александра I. Ведь это объявление вышло в связи с тем, что Александр решил созвать народное ополчение в 1806 году. А то есть народное ополчение уже тогда задумывалось? Да, уже тогда было создано. Не только в 12-м году. Оно называлось милицией, но тем не менее это было ополчение. Вот это, кстати, тоже интересная деталь. На самом деле слово милиция – это то, что органы правопорядка собраны из народа. Поэтому вот ополиция – это уже, так сказать, профессиональные, да, так сказать, органы порядка. Поэтому уже тогда были созданы такие дружины. В 1806 году, после поражения русско-австрийской армии под Остерлицем, в 2005 году, да, после развала третьей антинаполеонской коалиции, создалась угроза, что военные действия перекинутся на территорию Российской империи. Александр это прекрасно понимал, поэтому он решил мобилизовать все силы на борьбу с Наполеоном. То есть все так, после того, как он обжегся уже в сражении под Остерлицем, он понимал уже четко, что Наполеон сильный противник. Он знал, что ведется бонапартийская пропаганда наполеоновская в Европе, создается такой образ героя Наполеона. Он понимал, что нужно развенчать этот образ и показать народу, что война против Франции, она справедливая, и показать, что война перекинется она на территорию России или не перекинется, что она все равно освободительная. И вот с этой целью как раз и вышел указ Александра, после того, как император подписал манифест о созыве народного ополчения в подкреплении армии, он попросил сенот священников объяснить народу, насколько это новое ополчение, новый сбор, то есть тогда же была рекрутская система, нельзя было так сразу повысить, увеличить состав армии, насколько вот этот новый созыв необходим. И вот здесь как раз церковь сразу взяла такой очень резкий тон и сразу придала противостоянию России и Франции религиозный смысл. То есть там говорилось, что Наполеон – гонитель христианской церкви, приводили факты из его биографии, говорилось о том, что он участвовал, выдал поклоннических празднествах времен Великой Французской революции, что он хотел принять ислам во время египетской кампании. Вот это очень интересная деталь, тоже мало кто знает. Вот этот знаменитый его поход в Египет, в честь которого еще до сих пор в Париже стоят такие монументы, известен факт, что он и сам лично хотел принять мусульманство и своему войску это даже приказал. Сделано это было или нет? Нет, это не было сделано, но обещания такие давались. Он ходил в мечеть, он читал Коран, чтобы расположить к себе местное население. местную знать, такие обещания давались. Но вот в духе его такой политики, которая руководствуется, все средства хороши для достижения цели. А в объявлении Синода, о котором я говорила, там особое внимание уделялось тому, что Наполеон собирается созвать в Париже великий Синедрион. Об этом было объявлено в октябре 2006 года. Сам Синедрион заседал с 9 февраля по 9 марта 1807 года. Что это значило для тогдашнего абсолютно христианизированной Европы? Для христиан того времени это была настоящая бомба, поскольку все прекрасно знали Библию и знали, что великий Синедрион, то есть высшее религиозное учреждение древней Иудеи, осудил в свое время на распятие Иисуса Христа. Синедрион не созывался полтора тысячелетия, и существовала такая легенда, предание, что вновь собравший Синедрион ознаменует собой приход Антихриста. Поэтому Наполеон, это, конечно, было очень необдуманным шагом с его стороны, он, конечно, не думал об Антихристе, может быть, даже не знал всего этого. Ему хотелось преодолеть национальную обособленность проживавших во Франции евреев. Их там было достаточно много, они жили по своим особым законам в Галахии, и поэтому ему хотелось, чтобы они отбывали службу в армии, чего не отказывались, давали ему деньги. Поэтому он решил, что для них новое законодательство может закрепить только великий Синедрион. И пригласил все синагоги Европы прислать своих делегатов. Но народ христианский помнил здесь на том, что такое Синедрион. И вот после этого как раз родилась легенда о демонической сущности Наполеона. Что самое интересное, это надо заметить, что эта легенда родилась не в России, а в Германии, в тогдашней. Потому что первые как раз вот памфлеты против этого, вот я читала адмирала Шишкова в его записках, это шли как раз из христианской Германии. Ну, идея, что называется, витал в воздухе, это как раз лишний раз подтверждает то, что это такое общее достаточно было восприятие Наполеона, а не какая-то такая надуманная точка зрения русско-православной церкви. Но наша церковь выступила практически сразу еще, вскоре после того, как было объявлено созыве этого Синедриона, в декабре 6-го года уже содержался намек на то, что Наполеон хочет провозгласить в своем лице уже Мессию. Но вот согласно христианской эсхатологии, именно Антихрист будет признан иудеями как Мессия. Они отвергли истину Мессии Иисуса Христа, что вот сошла такая точка зрения, что Антихрист будет признан им как Мессия. И вот созыв Синедриона, он как раз поставил такую жирную точку в рождении этой легенды. Наполеона стали воспринимать именно как Антихриста, начиная с 1806 года. Несмотря на то, что в 2007 году был заключен Тильзитский мир, тем не менее народ не забыл о безбожной демонической сущности своего врага. Есть даже анекдот такой на эту тему, как Наполеон с Александром встречались в Тильзите. Мы должны напомнить, что это был вынужденный мир, который давал России передышку и возможность собрать армию, укрепить ее, потому что тогда не так можно было объявить поголовную мобилизацию. Это была очень сложная тогда система рекрутских наборов. И учитывались там и количество людей. Поставляли, собственно, тогда помещики рекрут. И остальная часть продолжала, так сказать, работать. Нельзя было поголовно все население мобилизовать. И очень важно, что это отношение к Наполеону, как к человеку, который нес с собой идеи разрушения религии, они тогда поддерживались в Европе теми силами, которые еще не были покорены Наполеоном. В частности, Александру очень важно было иметь в себе союзников в христианской Европе. Тогда это была Пруссия, и поэтому многие его действия, в частности, знаменитая клятва гроба Фредриха Великого, это все были части той огромной работы, которую глава государства вел для того, чтобы Россия не оказалась в изоляции. И как развивались события после 1807 года, после вынужденного мира? После вынужденного мира, конечно, антинаполеонская пропаганда была пресечена в России, было запрещено говорить плохо о нашем союзнике. Но, тем не менее, об этом помнило духовенство, помнил народ, но, в общем, не забывал, конечно, сам император, который понимал, что новые столкновения неизбежны. И вот в 1812 году, когда началась война, вот эти идеи о безбожной и демонической сущности Наполеона оказались вновь востребованными. И после нового манифеста Александра о созыве полчения, который он подписал 6 июля 1812 года, накануне отъезда из армии, он после этого поехал в Москву, а Синод выступил еще с одним воззванием, в котором развил вот эти идеи, выраженные в 1806 году. Церковь призвала народ к защите не только государства, но также и храмов, также и своей веры. Говорилось, что Наполеон не уважает алтарей, не хранит клятв, что он отлучен от церкви, что возглавляет такой человек армию, который движется на Русь. Дело в том, что вот церковь и 1812 год – это огромная тема, малоизученная, малоизвестная. И вот я предлагаю эту тему начать уже обсуждать в следующей программе. А сегодня мне хотелось бы поблагодарить Любовь Владимировна и сказать, что это чрезвычайно огромная работа была проделана Любовь Владимировна, и потому что собраны были такие материалы, которые практически в советское время не были вообще востребованы. Поэтому мы можем сказать, что впервые мы отдаем должное той огромной роли русского духовенства, русской церкви, синода, тогда, к сожалению, не было патриаршества, в том, чтобы народ к 1812 году уже почувствовал, что это война не просто каких-то двух императоров. Я должна напомнить, что Наполеон, конечно, воевал прежде всего с императором Александром I и должен был именно его поставить на колени, потому что у него не было такой цели специально всю территорию Российской империи захватить, потому что это было невозможно. И вот эта война без поддержки духовенства, церкви и православного народа вряд ли окончилась бы так, как она окончилась с победой. Спасибо, Любовь Владимировна, и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова